Начнем с главного события этого дня. В мировое сообщество легкой атлетики возвращается знаковое соревнование. Матчевая встреча между командами Европы и США. И сегодня эту битву континентов принимает Минск. В спортивном поединке сойдутся сборные Европы и Соединенных Штатов. На главной арене состязаний стадионе «Динамо» работает съемочная группа ОНТ. На прямой связи со студией Андрей Бондаренко. Андрей, здравствуй. В Минск действительно прибыл звездный состав спортсменов. Добрый день, Наталья. Да, считанные часы остаются до старта исторического матча между сборными Европы и США, который пройдет впервые в своей истории здесь, в центре Минска, на стадионе «Динамо». И всем нам, тем, кто приобрел билеты, приехал в Беларусь специально для этого, и тем, кто будет работать на этой встрече, действительно посчастливится увидеть это своими глазами. Сейчас на стадионе «Динамо» идут последние приготовления. Мы как раз находимся в секторе, за нами сектор для прыжков в высоту, где будут соревноваться в том числе и белорусские спортсмены, лидеры мирового сезона Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. Надеюсь, что им удастся порадовать болельщиков. Всего же в белорусскую столицу прибыло более 300 атлетов, 32 европейские страны, еще 6 спортсменов будут выступать в нейтральном статусе. Все они уже прибыли в Минске, провели контрольные тренировки и, конечно, разминку. И сейчас готовится все на стадионе. И у нас есть уникальная возможность послушать, что перед стартом сказал болельщикам, спортсменам. И, конечно, Минску глава Европейской ассоциации легкой атлетики Свен Арне Хансен. Коллеги, пожалуйста. Еще ни разу сборные Европы и США не встречались между собой. Я благодарен Беларуси. Хочу поблагодарить всех, кто помог случиться этому матчу. Наши друзья из США поддержали нас еще несколько лет назад, когда такая возможность только обсуждалась. Теперь же я могу уверенно заявить, что нам удалось собрать в Минске фантастический состав спортсменов. И нас ждут два невероятных дня. Я разговаривал со спортсменами, и все они с нетерпением ждут возможности выйти на старт. Господин Хансен, кстати, верно отметил, что все спортсмены друзья, но это лишь за пределами арены. Я уверен, что сегодня, когда все они выйдут на дорожки, и в секторана ждет настоящая битва лучших атлетов мира. И отметим, что уже презентован кубок, который получит команда победителя. Также медаль и известен призовой фонд. Он составит 815 тысяч евро. В каждой дисциплине артлеты, которые одержат победу, получат по 7 тысяч. Но, наверное, это не главное. Все они, кто прилетел в эти дни в Минск, в том числе олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы, отмечают, что Минск – это, по сути, соревнование в Минске – главная репетиция перед стартом, который пройдет в Дохе в конце сентября чемпионата мира, и где будут разыграны олимпийские лицензии. Но ведь все они действительно хотят перед этим стартом показать себя с наилучшей стороны. И я уверен, что здесь болельщиков на «Динамо» сегодня вечером, уже совсем скоро ждет настоящее спортивное зрелище. Начало в 7 вечера. Спасибо, Андрей. Наш корреспондент Андрей Бондаренко в ожидании старта состязаний.